Продолжение следует... Продолжение следует... Первые прототипы, которые получили опции плоскодетекторной КТ, которые начали применяться в медицине, это через сновидцевая хирургия середины 90-х годов. Отличие ПДКТ от МСКТ прежде всего, да, это форма детектора. У нас это твердотельный детектор, состоящий из множества пикселей. Извините, слышно всем хорошо или поближе? Давайте поближе немножко. Чуть-чуть, да. Да, состоящий из множества пикселей. МСКТ – это набор отдельных детекторов. Соответственно, у нас разная форма рентгеновского луча. В МСКТ – это веер, в ПДКТ – это некий конус. Соответственно, как это выглядит в рентгеноперационной, ангиограф выполняет ротационное сканирование в определенном диапазоне углов. Далее данные передаются на 3D-станцию, обрабатываются в соответствии с определенным алгоритмом. И в результате у нас получается КТ-подобная визуализация. На Live Monitor мы сразу же видим ротационную ангиограмму. На 3D-мониторе, соответственно, три среза и 3D-модель. История развития опции Dynosity по ДКТ в компании Siemens. В октябре 2004 года мы получили КТ-подобную мягкотканную визуализацию головы. Далее в 2006 году мягкотканная визуализация абдоминальной области. В 2008 году ПДКТ большого объема. Далее развивались такие опции, как функциональная визуализация перфузии головы и печени. Микровизуализация. И совершенствовалось качество изображения. Например, устранялись артефакты от металлических имплантов. ПДКТ нашло применение в самых различных направлениях интервенционной хирургии. Это и кардиология, интервенционная радиология, нейроинтервенции и интервенционная онкология. Если сравнивать МСКТ и ПДКТ, то, как Павел Васильевич совершенно верно отметил, мы превосходим МСКТ в плане разрешающей способности, благодаря тому, что размер пикселей у нашего детектора гораздо меньше. Соответственно, в режиме микровизуализации мы видим объекты размером до 0,14 мм. На КТ максимальный размер объекта, который мы видим, это 0,31 мм. Мы немножко проигрываем в плане низкоконтрастного разрешения. То есть для срезов толщиной 10 мм мы видим объекты до 5,11 каунт свилда с точки зрения разницы в плотности. И если сравнивать наглядно визуализацию ПДКТ и МСКТ, то на данном слайде представлена визуализация мягких тканей головы. Вверху ряд изображений, это полученный на компьютерном томографе, нижний ряд – это ПДКТ изображение. Мы видим, что в принципе визуализация сопоставима благодаря тому, что в современных ангиографических комплексах используются современные 16-битные детекторы с цепью обработки изображения, компьютеры и специализированные алгоритмы обработки информации. Размер изображения – тоже важный момент. Безусловно, у нас есть ограничения, связанные с тем, что размер нашего детектора конечен, и ротация осуществляется не так многократно, как на компьютерной томографе без движения стола в момент вращения гентри. Соответственно, у нас на обычных ангиографах размер реконструкции – это цилиндр диаметром 24 на 18 см высотой. Более современные аппараты могут сканировать в портретной ориентации детектор, и, соответственно, высота этого цилиндра увеличивается до 24 см. И, наконец, ангиографы поколения артисфена могут выполнять ротацию на 360 градусов, благодаря чему размер реконструируемого объема увеличивается до 32 на 24 см, то есть практически в два раза. Важно отметить различия 3D-ангиографии и ПДКТ-визуализации, потому что не все понимают, что это разные вещи. Как это получается? То есть 3D-визуализация и ПДКТ-ангиография – все это возможно на ангиографическом комплексе, но в режиме 3D-визуализации аппарат снимает меньшее количество кадров за ту же ротацию на 200 градусов, и мы видим только высококонтрастные объекты – сосуды, кости и импланты. В режиме ПДКТ, поскольку у нас большее количество кадров, до 500 может быть получено, мы к этому еще и добавляем мягкие ткани. Широкое клиническое применение нашла опция ПДКТ в интервенционной онкологии прежде всего, и связано это с тем, что у нас совершенно другой уровень визуализации получается при артериальном введении контраста и запуске ПДКТ-сканирования в определенной нужной нам фазе, которую мы можем выбирать сами, выставляя необходимую задержку на инъекторе. На данном слайде представлена ранее артериальная фаза мягкотканной визуализации печени. Контраст вводился в общую печеночную артерию, 32 мл разведенного 1 к 1 контраста со скоростью 2 мл в секунду, и на пятой секунде после начала введения контраста запускалось ПДКТ-сканирование. То есть здесь мы видим сосудистую карту. Следующий слайд – это изображение, полученное на 10 секунде после начала введения контраста, то есть через 10 секунд после начала введения запускался ПДКТ-скан. Здесь уже мы видим накопление контраста в очагах. И, наконец, географы современные могут выполнять двухфазную визуализацию, двухфазное ПДКТ-сканирование, причем эти фазы мы тоже можем выбирать сами. То есть это не какие-то фазы, строго запрограммированные производителем, а мы запускаем в нужный нам момент времени на одном и том же введении контраста. Слева – это изображение, полученное на 10 секунде после начала введения. Правая часть слайда – 25 секунды после начала введения. Так называемая капиллярная фаза уже. То есть здесь мы видим накопление контраста в очагах. Первая артериальная фаза позволяет нам получить сосудистую карту. И также в последнее время тоже часто стала применяться опция оценки перфузии печени на основании алгоритма Дайна-ПБВ-Боди, когда географ выполняет двукратное сканирование в нативной и артериальной фазе. И далее сравнивая одно ПДКТ-изображение с другим, путем вычита одного из другого, он получает перфузионные карты. На данном слайде представлена КТ-перфузия до эмболизации, после эмболизации. Огромный плюс этой опции в том, что после выполнения эмболизации мы видим вкрапление липиадола очень хорошо. То есть мы видим, как липиадол распространяется в очагах. На обычной ангиограмме это невозможно. И комбинация ПДКТ с навигационными программами является таким очень мощным инструментом современной рентгеноперационной. Например, пакет программы Embolization Guidance, когда мы выполняем ПДКТ-исследование, дальше маркируем очаг, эмболизацию которого мы хотим выполнить, которую мы хотим полечить. Программа автоматически находит кровоснабжающие сосуды между кончиком катетера и этим очагом, окрашивает их разным цветом. И далее эти траектории накладываются на рентгеноскопию. То есть мы в режиме 3D Roadmap селективно подходим к очагу. Мы можем работать, не вводя контраст, минимизируя время скопии, потому что все необходимые проекции, все траектории у нас есть на экране. И если микрокатетер повторяет траекторию тех построений, которые аппарат получил, мы абсолютно точно можем говорить, что мы находимся там, где нужно. Какие есть сложности? Прежде всего, когда мы сканируем асимметричные анатомические органы, нам приходится иметь дело со столкновением детектора с ДЭКой стола, поскольку очень сильно приходится смещать стол в поперечном направлении. Поэтому выход из данной ситуации – это изначально сместить пациента немножко левее, чтобы печень оказалась по центру стола. Но если у нас на столе тучный пациент, то этот маневр не работает. То есть в любом случае будет столкновение детектора с пациентом. И для ангиографов с потолочным креплением штатива мы разработали специальную траекторию вращения ЦДУГИ, которая называется Open Trajectory, открытая траектория. И такие ангиографы уже появились в России. Я вижу, что здесь присутствуют коллеги, у которых есть такой ангиограф. Здесь аппарат вращается в несколько ином диапазоне углов, в другом направлении. И детектор по минимуму взаимодействует с пациентом с краем деки стола. То есть у нас в принципе нет необходимости асимметрично укладывать пациента. Также опция ПДКТ нашла широкое применение при вмешательствах на анатомически сложных сосудистых бассейнах, таких как эмболизация предстательной железы, где имеет место двустороннее кровоснабжение, сложная анатомия сосудов, индивидуальная для каждого из пациентов. И также мы работаем с областью чувствительной к лучевой нагрузки. Здесь великие риски нецелевой эмболизации, как представлено на данном слайде, когда нецелевая эмболизация привела к рефлексу эмболизата в другую, внецелевую артерию. И в этом случае точно так же ПДКТ приходит нам на помощь. То есть мы можем выполнить ПДКТ-сканирование с введением контраста из, допустим, аорты или селективно из правой-левой внутренних подвздошных артерий. И дальше программа определит питающие сосуды, наложит траекторию на рентгеноскопию и в режиме 3D-родмэпа мы можем селективно подойти к предстательной железе, выполнить эмболизацию. И в этом случае алгоритм работы выглядит следующим образом. То есть мы выполняем ПД-сканирование, как я говорил, с введением контраста через пиктейл, расположенный на бифуркации аорты либо более селективно из внутренних подвздошных артерий. Дальше запускаем пакет программы Embolization Guidance и программа протерчивает нам необходимую траекторию для эмболизации. Дальше эта траектория в режиме 3D-родмэп накладывается на рентгеноскопию и по ней мы заводим микрокатетер. Перед тем, как выполнить эмболизацию, мы также можем выполнить контрольный ПД-КТ-скан для того, чтобы убедиться, что мы находимся там, где нужно, и после этого выполняется эмболизация. Тоже здесь есть определенные сложности, связанные с тем, что обычно ангиографы с напольным креплением сканируют только в положении у головы, и мы просто не дотягиваемся до области малого таза, то есть не можем использовать ПД-КТ. Но, опять же, ангиографы с потолочным креплением эту проблему легко решают, потому что здесь возможно сканирование справа-слева от пациента под углом, когда 90 градусов ЦДУГа расположена, и в этом случае у нас охват пациента в плане 3D-сканирования с головы до 5, то есть абсолютно нет никаких ограничений по области, с которой мы работаем. еще одно очень перспективное применение опции ПД-КТ, наверное, это такой тренд уже современной интервенционной онкологии, когда используется опция My Needle Guide вкупе с ПД-КТ, вкупе с лазерной навигацией, когда мы выполняем ПД-КТ-сканирование, строим виртуальную траекторию иглы, и когда аппарат переходит в целевую проекцию, когда ось детектора трубка соосно с этой траектории включается лазер, и по лазерному перекрестию мы заводим иглу для проведения биопсии, допустим, для проведения крио-РЧ-абляции. Тоже в данном случае представлен алгоритм крио-абляции очагов легких, то есть мы начинаем с ПД-КТ-сканирования, дальше строим траекторию иглы, то есть точку вкола на коже и целевую точку, куда мы хотим попасть к криозондам. Дальше аппарат переходит в режиме My Needle Guide в целевую проекцию, то есть детектор заглядывает в иголку, включается лазер, и по лазерному перекрестию мы заводим иглу, проверяя в двух ортогональных проекциях положение нашей иголки, то есть у нас на скопию накладывается траектория, виртуальная траектория иглы. И перед тем, как выполнить крио-абляцию, мы можем также выполнить контрольный ПДКТ-скан для того, чтобы убедиться, что мы находимся в целевой зоне, и дальше выполняется крио-абляция. Здесь важно видеть точку вкола, точку целевую, если пациент крупный, если длина траектории, глубина чега большая, то мы можем на обычном ангиографе просто не получить данную траекторию без ограничения по объему. Но ангиографы поколения артисфена и эту проблему решают благодаря, как мы говорили, возможности вращения на 360 градусов за 6 секунд. У нас значительно увеличивается объем реконструкции, соответственно, нет каких-то ограничений по объему полученного КТ-подобного изображения. Ну и примеры КТ большого объема. Слева КТ-абдоминальной области, справа КТ-легких, то есть мы видим, что охвата здесь достаточен, чтобы выполнять самые различные виды вмешательств. В каком направлении движется развитие современной ангиографической техники? Ну, во-первых, увеличивается скорость съемки, сокращается время сканирования, например, ПДКТ головы раньше выполнялось за 20 секунд, сейчас это 8 секунд. В результате мы можем говорить о значительном снижении количества контрастного препарата и обращаю внимание, что ПДКТ также возможно с внутривенным контрастированием, не только с артериальным, как представлено на данном слайде. Соответственно, раньше мы ПДКТ такой пост-визуализации билатерального каротидного стентирования выполняли за 20 секунд и вводили внутривенно 80 мл контраста, сейчас достаточно ввести 32 мл контраста, чтобы получить ПДКТ с внутривенным контрастированием, в данном случае билатерального каротидного стентирования, то есть мы на 60% меньше вводим контрастный препарат. Ну и также появилась опция КТ высокоскоростного сканирования, когда менее чем за 3 секунды аппарат выполняет скан. Это удобно, когда мы имеем дело с пациентами, которые не могут надолго задержать дыхание, которых мы не можем иммобилизировать на значительный промежуток времени, потому что неподвижность пациента один из важных факторов для получения КТ-подобного изображения нужного качества. И в этом случае режим Dynasty High Speed позволяет решить проблему, и плюс в этом случае мы значительно экономим количество контрастного препарата примерно на 33% меньше контраста у нас уходит благодаря меньшему времени сканирования. И с точки зрения лучевой нагрузки данных не очень много сравнительных на самом деле, но примерно можно говорить о том, что, например, МСКТ и ПДКТ протоколы для сканирования головы сопоставимы с точки зрения эффективной поглощенной дозы порядка 2,5 милизиверт. И в заключение хотелось бы еще раз отметить, что плоскодетекторное КТ это удобный интероперационный инструмент, позволяющий значительно повысить диагностическую ценность полученных данных, улучшить результаты проводимого вмешательства. Полученные в режиме ПДКТ сканирования данные могут использоваться для навигации при проведении интервенции, но, безусловно, при этом очень важно понимание принципов получения ПДКТ, понимание вариантов предлагаемых орган-программ вариантов ПДКТ сканирования и особенности введения контрастного препарата и также владения навыками постобработки полученных данных. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею